Приветствую вас! Вы знаете, сложно добавить что-либо к ответу моего коллеги Кудрычева Игоря Леонидовича, вот, потому что он все достаточно хорошо, четко и лаконично вам рассказал. Но, тем не менее, я попробую ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что вы что-то для себя полезное из моего ответа извлечет. То, что мой коллега Игорь Леонидович не сказал, тот и не сказал, это то, что необходимым условием для отношений является безусловное принятие другого человека. Они, конечно, при наличии к этому возможности. То есть, вы не видите недостатков в своем молодом человеке. В принципе, это хорошо. Но, молодой человек, в себе недостатки видит. И, в принципе, это нормально. Как и нормально то, что он хочет поменяться. Ну, может быть, это и не совсем даже хорошо. Может быть, это не совсем хорошо, то, что он делает. Но его, тем не менее, можно, в принципе, понять. Как бы там что ни было. Вы либо принимаете такую его позицию, либо нет. Если по какой-либо причине вам это сделать тяжело, невозможно, или вы чувствуете себя, ну, как-то, знаете, нехорошо в этой ситуации. В этой ситуации либо из-за, из-за этого, ну, неважно. Неважно. Но. То есть, если вы не можете, безусловно, принять своего мужчину, то я сомневаюсь в том, насколько вы его любите. Насколько ваши чувства к нему искренне. Это первое. Второе. Вы пишите, что вам тяжело даётся такое вот, ну, состояние, да, такой вид отношений. Вам тяжело даётся такое, ну, такое продвижение отношений. И я могу вас понять в этом. Но также я могу понять и то, что за тяжесть для вас в отношениях ответственны вы, а не мужчина, как таковы. То есть, это вам тяжело. И важно понять, почему вам тяжело. Важно понять, что вы можете сделать, вот, прямо конкретно, что вы можете сделать для того, чтобы вам не было тяжело. Понимаете? Либо вы будете открыто заявлять о своих потребностях мужчине более открыто, более настойчиво возможно. Либо вы будете брать на себя ответственность за то, что нужно сделать. Потому что, ну, как бы, есть большая вероятность, к сожалению, того, что ваш молодой человек не будет вас удовлетворять. Ну, просто не будет. Либо не может, либо не хочет. Вот. Поэтому здесь, конечно, лучше будет, если вы всегда будете иметь план Б. то есть, если вы будете рассчитывать на себя. Вот. Исследовать то, почему вам тяжело даётся. Безусловно, нужно. Ну, готов видеться мужчина с вами только раз в неделю. Ну, допустим. Хорошо. Хорошо. Вы можете поставить его перед фактом. Вы можете поставить его перед фактом и сказать, что или вы недорогой, а, например, я считаю, что это не отношение. Да? Я слишком мало провожу с тобой времени и, по моему мнению, нам нужно проводить его больше. Ибо так у меня создаются ощущения, что ты, например, мной просто пользуешься и всё. И тут уже, тут уже, ну, он будет смотреть на мужчину. На то, как он будет себя вести. Захочет ли он понять вас, принять вас, пойти навстречу вам и так далее. Если нет, то уже вам придётся принимать решение. Готовы ли вы с этим мириться и какой ценой. И вот только если вы, значит, обратите внимание на данные аспекты, только в этом случае будет результат. Только в этом случае будет какой-то эффект. Да. Дальше. Следующее, о чём нужно сказать. Да? Так. Так. Добро. Вот вы пишите, я не знаю, встреча ли ещё когда-то, встреча ли такого. Да? Тут вот у меня очень интересный вопрос появился. Собственно говоря, а какого это, такого это какого? Какого? Ну, о каком молодом человеке речь-то идёт? Вообще. О чём идёт речь? Что даёт вам, вам, мужчина такого, что вы не знаете встретить ли вы его ещё? А если, ну, если бы была вероятность, что, допустим, встретите, тогда бы вы что сделали? Тогда бы вы как поступили? Вы бы его бросили бы? И бы от него ушли? Если бы знали, что встретите другого такого ещё. Согласитесь, данная позиция представляет никакое такое потребительское отношение к своему партнёру. Я бы сказал, расчётливо. Вас устраивает такой тип отношений? Может быть, тогда стоит сразу, ну, ставить в известность мужчину о том, что вы, вот, хотите отношений по расчёту, и что вам щётко нужно, там, то-то, 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 то-то от него. Чтобы это, чтобы это не было иллюзией, иллюзией, чтобы это не было иллюзией, ну, таких духовных отношений, скажем так. Вот. То есть, это вот, мне кажется, то, что нужно тоже рассмотреть, да? Ваше, именно, желание. То есть, для чего вам, молодой человек? Почему вы, как вы воспринимаете молодого человека? В качестве кого? Не даёт ли он вам того, чего у вас, по вашему мнению, по вашему мнению, ещё раз повторяю, не хватает. Понимаете? Понимаете? То есть, то есть, ааа, здесь очень важно понять этот момент, очень важно понять эту, этот аспект, что именно вы хотите, что именно вам нужно. Дальше идём. Дальше идём. Дальше идём. Кхм-кхм. Вы пишите. Но он не готов меня отпускать. Простите. А при чём здесь он? Речь-то идёт не про него. Речь-то идёт, скорее, про вас. Понимаете? Речь идёт про то, что вы хотите. А не про то, чего хочет он, разве нет? Чего вы хотите? Вы хотите уйти? Тогда, тогда вам нужно взять и уйти от него. Если вы этого хотите. Ааа, ну, действительно. Понимаете? Если вы хотите уйти, то вам нужно взять и самостоятельно самой от него уйти. Не дать, пока он сам примет решение. Ведь это ваше жизнь. И вы в ответе для того, что происходит с вами. Хотя бы в том, хотя бы в том, что касается вашей удовлетворённости и вашей, ну, вашей гармонии, вашего счастья, например. Вот. Поэтому здесь аспект тоже такой. Вы перекладываете ответственность на, ну, на мужчину. На молодого человека. За его. За то, что касается лично вас. И, как вы можете видеть, как вы можете видеть, страдаете от этого, страдаете именно от этого. Только вы. И больше никто. То есть, допустим. Допустим. Мужчина ведёт себя, скажем так. Как собака носила. Допустим. Но ведёт себя, в том числе и благодаря вам. Так. Какую роль вы в этом секретаре играла. В том, что он счёл для себя возможным так вести. Понимаете? Вот. Ну, видимо, он решил, что вы никуда не денетесь от него. Видимо, он решил, что вы слишком нуждаетесь в нём. А вы хотите быть нуждающейся? Понимаете? Вот это, это. И нужно вам выяснить. В первую очередь. Потому, эээ, стать более понастоятельной в отношениях, это то, что необходимо сделать, если вы хотите, ну, гармонию. Если вы хотите гармонию. Дальше. Он должен. Меняться не может. Ну, он и не должен меняться. Я уверен, что у него будет неконечно, он честен за мной. Не знаю, сколько ещё готова к таким отношениям, к такому отношению к себе. Кристина. А чем конкретно вам вредит такое отношение? То есть, ну, вот, эээ, вы начали переделаться с молодым человеком. Таким он был всегда. Как я понял. Что-то он всегда был таким, он всегда себя, в принципе, ну, так вот вел. Нет оснований полагать, что когда-то он вел себя, ну, иначе. Да? Нет оснований считать. Так, а в какой момент всё начало меняться, если он так не был изначально? Просто, опять же, ответьте себе на этот вопрос. Ведь если, эээ, если, если, эээ, как бы, вы поменялись, да? Да? Само, допустим. Если вы поменялись в этой ситуации. Что значит, изменилось что-то в вас. Если он поменялся, то изменилось что-то в нём. В зависимости от этого тоже можно действовать по-разному. Поэтому здесь, я думаю, необходимо тоже определить, чего конкретно вы недополучаете для себя в этой ситуации. Ну, в этой ситуации, в этой истории. Вот. Именно, именно для себя. Дальше. Так, эээ, дальше. Позаветуйте, что мне сделать. Что сделать, чтобы что, Кристина? Какая цель конечная у вас? Я допускаю, что вы хотите что-то сделать. Эээ, вполне. Но не очень, если честно. Понимаю, что вам нужно. Если поменять молодого человека, например, это одно и одна стратегия поведения. Если поменять себя и своё отношение, это другая стратегия поведения. Если построить отношение, это третья стратегия поведения. И так далее. То есть, работать нужно именно в зависимости от цели ваших. Забыть его вы не сможете. Бег или иначе. Вот. Эээ, мужчина ничего менять не будет. Мужчина ничего не захочет менять до тех пор, пока его всё устраивает. А его всё устраивает до тех пор, пока вы, эээ, вот это, терпите то, что есть. То есть, пока он знает, что, эээ, вы, эээ, ну, принимаете такую его позицию, он ничего не будет менять. И это нормально. Это абсолютно нормально, потому что, ну, а зачем? Для любых, эээ, перемен нужны мотивы. Нужны мотивирующие какие-то, эээ, факторы. Если их нет, если вы принимаете его таким, то зачем ему меняться? Вот. Быть может, и вы даже в глубине души не хотите, чтобы он менялся. Потому что вы, допустим, уже решили, что, ну, что, эээ, разойдётесь с ним, например. Вы уже решили, что, эээ, уйдёте от него, от него, ну, допустим. Понимаете, какая история? И если это так, если это действительно так, то лучше честно себе в этом признаться. Честно спросить себя, так чего же я так хочу? Чего же мне всё-таки нужно? Какова моя-то цель во всём, во всём этом? Понимаете? И вот уже исходя из этого, что-то делать. Если, допустим, эээ, хотите молодого человека как-то, ну, эээ, встряхнуть. Хорошо. Хорошо, замечательно. Но для этого нужно что-то делать. Опять же, да, то есть менять, эээ, своё поведение. Здесь как нельзя. Кстати, эээ, ну, вот, рекомендация моего коллеги, о том, что больше внимания нужно уделять именно своим интересам, больше внимания нужно уделять именно своим взглядам и более ценностно относиться к себе. Вот. Если, если, эээ, вы не можете относиться к себе более ценностно, то у этого, соответственно, есть причина, причина. Какие причины? Это уже нужно выяснять. Но, они есть, скорее всего. И только если вы хотите с ними поработать, с ними можно будет поработать. Вот. Вот. Ну, это я уже молчу о том, что психологи, да, не дают советам. Вот. У нас тут есть шанс всё наладить, изменить. Да, если вы измените своё поведение, то мощь, мощь, мощь и будет всё изменить. Да. Именно так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.